Во имя Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Начало, которое нам сегодня с вами предложено к слышанию, не очень пространно. В нем говорится о том, как некоторые из фресеев приступили к Иисусу, как некогда Петр, если вы помните, тоже приступил к Иисусу и сказал ему, что «Господи, не ходи в Иерусалим, раз тебе там надлежит быть убитому, то не ходи туда, идем с нами в другое место и останься жив». Так и фарисеи тоже подошли и сказали «Ирод хочет тебя убить, мы тебя предупреждаем». Казалось бы, да, фарисеем он был не особо приятен, поскольку он говорил вещи, которые были не согласны с их пониманием жизни. Что такое «Жить фарисейский»? Как говорят, «Тише воды ниже травы», да? Или как Иисус сказал «Хотите Богу служить и мамоне одновременно, и добру и злу одновременно, чтобы никто к вам не имел претензий, так ловко проводить свою духовную жизнь, чтобы не потерпеть ни в чем ущерба и лишения». И вот они к ним подошли некоторые, конечно, не все, да? Некоторые, как сказали. Возможно, те, у кого еще было что-то внутри, похожее на совесть. А может быть, как раз и хотелось им его тоже прогнать от себя. Может быть, и им он тоже весьма и весьма был неугоден. И они решили его испугать. Вот Ирод охотится на тебя, вот он послал слуг своих, чтобы пленили тебя и казни. Что же отвечает Иисус? Пророку надлежит принять смерть в Иерусалиме. При этом говорит об Иерусалиме и его обитателе в следующем. «Сколько раз я хотел вас собрать после себя, но вы не захотели». Это упор тем, кто его слышит. Некоторые думают, что вот он был такой бесстрастный, бесчувственный. Нет. Если вы посмотрите на то, как он говорил, а говорил он с чувством. С сокрушением, да, вот в этих словах чувствуете сокрушение. «Сколько раз я хотел вас всех собрать, но вы так и не услышали меня». Помните, как он сказал ученикам? «А не хотите ли вы покинуть меня? Может быть, вы тоже хотите уйти от меня?» «Что толку я говорю и все, а они не слышат меня? Вы это слышите». Он не был бесчувств, судя по тому, что мы читаем Евангелие. Как отец сокрушается о детях, которые растут не такими, как бы ему хотелось, так и он сокрушается о тех, кто в земле, видя то, что усилия не приводят к их преображению. Но еще ответим один момент очень важный. Он говорит «Скажите этому лису». Так он говорит о царе. Знаете, иногда некоторые говорят, что вот власть священна, да, и… Любая попытка что-то сказать в укор ей, да, это неправильно. Нет, посмотрите, как он говорит. «Скажите этому лису». Это некий вызов. То есть, знай свое место. Знай свое место, да. Ты лукав. Ты способен слушать пророка, а потом его обезглавить. В тебе нет дух, ты лукав, ты лис. Власть тоже должна знать свое место в этом мире. Это очень важно понимать. «Она не есть высшая сила, которая действует». Как всякий пророк, он был дерзновением. Дерзновением, да, посмотрите, как он говорит. Такими же дерзновением были и прочие пророки. И пророки не только от мира церковного, но и от мира не церковного. Вспомните, да, тот момент, когда в Александре Сергеевиче Пушкине в Ростовом суду пророк. И как он говорил, да, с жаром, с силой, с язвительностью сил, да, и пониманием своей трагедии. «Каждый пророк, он стоит перед лицом смерти, потому ему лгать ни к чему, да. Но есть и Божий суд на перстнике разврат. Есть грозный судья, он ждет». Понимаете ли, да? Они тоже могли ему что-то сказать в то время, да, в упор, что, если ты сам-то в чем преуспел, да. Но когда в человеке просыпается глаз Божий, он уже не оглядывается назад. Он смотрит именно вперед. И среди многих писателей, поэтов и художников мы знаем пророков своего времени. Людей, которые говорили правду своим искусствам. И эта правда обличала. И многие из них закончили жить трагически. И в советское время особенно, когда вот этот огромный демон восстал и пленил целую страну. они гибли один за другим. И Маяковский, и Север, и прочие, да, то, до кого он мог дотянуться. Я не совсем верю в официальную версию их самоубийства. Когда в человеке просыпается глаз совести, он становится неугоден слишком многим. И сама система старается от него избавиться. Он слишком ее приводит в волнение. Вспомните Анну Претечину. Какое волнение было, когда он стоял и крестил. Все смутилось, да, приходили к нему и воины, и фарисеи, и кто только не приходил. И все хотели получить ответ. Что нам делать? И что делаешь ты? К чему нам готовиться? Взволновались. Даже когда Иисус пришел, тоже все взволновались. Что теперь будет? А если помните, что было сказано, да, когда его внесли в Иерусалимский же храм. Вот лежит сей на восстание и падение многих в Израиле. И вооткроется помышление сердец. Пророк, он как катализатор. Он приводит реакцию в действие. Все было спокойно, да, вещества опокоились. Добавили катализатор и началась реакция. И каждый познает сам себя. Кто чего стоит. Кто от правды, кто от лжи, да, пришел. Вот этот мир. Каждый узнает себя в этом зеркале. И вот он говорит, надлежит пророку быть убитого в Иерусалиме. Вопреки вот этому гласу спасительному, да, уходи. Он говорит, я и сегодня здесь, и завтра буду здесь. И буду бесов разгонять, несмотря на то, что этот лис говорит. Пророк дерзновения. Почему? Потому что он говорит уже не своим духом. Дух живущий в нем, Дух Божий. И он страха не испытывает. Для него смерть есть приобретение. Сейчас я попробую вспомнить эти слова. У Некрасова есть прекрасное стихотворение пророка. И вот, по моему разумению, оно превосходит даже Пушкинское. «Не скажет он, что смерть его напрасна, Его судьба давно ему весна». Это очень сильное стихотворение пророка. И каждому я бы рекомендовал его прочитать, помимо Пушкинского пророка. Бывают такие откровения в жизни, когда человек говорит не своим голосом. Чаще, опять же, повторюсь, когда он стоит перед лицом смерти. Он вдруг ощущает, что жизнь похидает его. Знаете, когда человек иногда срывается в пропасть. Он стоял секунду на камне, а вдруг раз, и он чувствует, что обратно он уже не вернется. Что толку врать перед лицом неизбежности? Юлить поздно. Нужно сделать что-то, что хоть как-то оправдается. И не нужно думать, что пророк – это что-то такое, вот, как бы сказать, абсолютно чистый такой, со всех сторон, да, такой вот камушек-калыш такой облизанный, да, морской водой. Нет. Ничего подобного. Чтобы говорить правду, не нужно иметь чистую биографию. Нужно иметь совесть. И это очень важно понимать. Очень важно понимать. И когда нам говорят, что вот, посмотрите, да, как он жил и что он теперь говорит. Да, действительно так. Это же обычный ловко дьявола, да. Подбросить компромат на человека, который пытается как-то изменить этот мир. Это обычный стандартный уловок, который уже, ну, тысячелетия, а может быть даже и больше. Опорочить и тем самым правду изжить. Старый прием. Но он работает до сих пор, потому что люди упадки на пороки других. К сожалению. А правда для них остается чем-то недоступным. Роскошь. Роскошь. Жить по совести вообще становится роскошью. И это очень печально. Говорить правду тоже становится роскошью, да. Как некто сказал, да. Говорить правду в одни, я не помню как это звучало, да. Может быть в одни терроры. Это экстремист, да. Страшная подмена понятий произошла и происходит до сих пор. Блисейство одерживает верх почему в человеке. Ему не хочется ничем жертвовать. Ему хочется вот так вот прожить свою жизнь. В минимальном подебательном режиме, да. А потом? Ну, а потом. А что потом? А он не задумывается, что потом. Чем оправдан будешь человек, да. Вот как вы полагаете, Иисус прошел бы мимо человека, которого сбивают на улице, да. Вот в Иерусалиме там бьют человека, да. Он проходит мимо, просто ему дела нет. Ну, нет же, наверное. Наверное, нет, да. Или кого-то унижают, да. Вот даже блудницы привели к нему. А он не вытерпел этого унижения. Он говорит, ну, хорошо. Попробуйте, бросьте в нее камень те, кто достаточно свят для этого. Кто из вас будет судье? Что бы сделал Алексей? Да он прошел бы мимо. Это не мое дело. Я иду по своим делам. Наверное, в этом есть воля Божия. Да воля Божия во всем есть. Особенно, когда ты заткнул свои уши. И оставил в свое сердце дом. Быть пророком нелегко. Особенно в Отечестве. Почему в городе, да. Почему в городе надлежит быть убитым? Ему, да. Потому что город – это место, в котором живые ищут себе убежища. Они хорошо понимают, от чего бегут в этом мире. И стараются держаться вместе. Как известно, первый город, согласно писанию, построил Каинград. Он мог бы носить название Каинград, да. Как некогда Сталинград, да. Калининград и так далее. И вот такой Каинград. Почему он бежит для того, чтобы скрыться от глаз, не только людских, а духовных глаз. И это его приводит к мысли, что надо создать стену и уединиться внутри. Иллюзия безопасности. Иллюзия собственной безопасности. Помните самые страшные слова апостола относительно конца мира? Когда вы услышите мир и безопасность, знайте, что конец уже близко. Люди стремятся к тому, чтобы обезопасить себя от всего. И создали машину, да. Машину, которая за них решает их судьбу. Законы. Дополнение к законам, толкование к законам, все что угодно. Но только неживая связь с духовным миром. Только неживая связь, потому что страшно себя обнажить. Страшно выйти при лицо Божие таким, каким ты будешь. Ну, как Адам, помните, да, он бегал по Эдему и прятался пристально у взгляда. Вот это состояние привело мир к ложной, скажем так, концепции мира и безопасности. Мы боимся жить. Не только умирать, мы боимся жить, вы уже умер зачастую. Потому что мы боимся открыть свои глаза, свои уши и свой рот для правды. Да, понятно, в нас действуют инстинкты. Никто не отрицает. Но когда инстинкты берут верх над чувствами, человек вращается в животное. И тогда теряется самое главное в нем. Возможность быть духовным. Жить в согласии с духом. Тогда он убирает, еще пришел. Скоро пост. И у каждого из вас будет повод потренировать свой дух. Немножко заставить себя выйти из этой оболочки. Выйти и сказать, вот я такой, какой я. И мне не нужно ничего изобретать в себе. Я не хочу хорисея. Зачем я буду обманывать себя и других? Зачем мне ложь, когда я и правду не могу понести, а то два рюкзака будет за плечами. Зачем мне все? Что толку, что обо мне скажут хорошо здесь, если я знаю, какой я есть на самом деле? Вот это и есть пост. Это и есть откровение о самом себе. Осталось всего четыре дня. Поэтому всем успехов на этом облище. Аминь. Бог помнит.